Всем привет! Всем огромный привет от Диты из Канады! Я решила сделать такой небольшой влог о том, как я покупала кое-какие вещи для своего ремонта. Это было еще, когда магазины были открыты, это было давно. Я там в теплом пальто, в зимнем, отражаюсь в зеркале. В общем, не удивляйтесь, потому что действительно было давно тогда, когда еще магазины были открыты. И я кое-что снимала, зная, что я, наверное, буду показывать свой ремонт. И вот я решила сейчас объединить эти съемки в одно видео. Собственно говоря, съемок немного, потому что я, собственно, покупала зеркало и выбирала плитку. Больше ничего мне не сложилось выбирать в магазинах. Все остальное я покупала онлайн. И я решила объединиться в один влог и сделать такой небольшой шоппинг. Показать вам, что я выбирала и как я покупала из того, что мне удалось еще успеть до того, как закрыли магазин. Приятного просмотра! Надеюсь, что вам будет интересно. И все, увидимся с вами в комментариях. И в следующем видео. Пока-пока! Ваши друзья! Приехала подбирать зеркала. Нужно два зеркала, которые я хочу повесить над шкафчиком. Нижним шкафчиком ванной. Надо померапливать, собственно говоря. Есть вот такие круглые. Это я тут. Здрасте. По 50 баксов. Вот такие круглые зеркала с такой металлической золоченой рамой. Меня в нем смущает то, что я не знаю, какой у меня будет шкаф. И поэтому я не знаю. Видите, они вот именно для ванны. Вот здесь вот на картинке нарисована раковина. Вот это ваня. Видите, шкафчик под раковиной. И вот сверху вот это вот зеркало. То есть идея вот этой штуки в том, что вот как раз такое круглое зеркало повесится над раковиной. Еще одно, еще два зеркала, которые я хотела вам показать. Если вы смотрите на меня, смотрите на зеркало. Значит, вот эти вот по 60. И вот такое вот зеркало, которое... Какого размера? Вот это вот стоит 69, по-моему. Я плохо вижу. Да, 69. То есть 70. 69, 99. Видите, вот так, как оно нарисовано. Но это как бы не для ванны зеркало. А вот я сейчас думаю, может быть, оно слишком большое. 28 на 40 инч у него размера. 28 на 40 инч. А, вы слышите, это большое. Вот это немножко поменьше. 24 на 36. Я, знаете, что думаю, что мне нужно вот такое. 24 на 36. Вот так они выглядят рядом. Я не знаю, какой выбрать. Видите, в чем различие? Здесь вот так вот по краю идет такая серебристая полосочка. А здесь и с такой пупырышкой. А здесь идет вот такая вот ровненькая и желтая. Медная как будто бы. Я думаю, что мне лучше выбрать вот это. Почему? Потому что я думаю, что краны у меня будут серебристые. И это подойдет лучше. Это немножко дешевле на 10 долларов в зеркало. То есть два зеркала получится 22 долларов разница. Но это совершенно неважно. Это вообще даже не суть. Ну вот я даже не знаю, какой лучше. По размеру они одинаковые. Мне как-то кажется, что вот это вот, оно более такой солид, оно более тяжелое. Оно такое, знаете, как будто бы, как будто бы более качественно. Потому что вот это какое-то такое легенькое, совсем какое-то тоненькое. То, что это дороже, мне как бы это больше нравится. Чуть-чуть оно дороже, это значит, оно чуть-чуть получше. Все, погрузила я эти два в тележку. Где-то она стоит 69,109. Это 72,50 часов. Вот так вот она выглядит. Не знаю, мне как-то больше нравится. Немножко интереснее. Какая тут брожу. Вот еще хотела вам показать. Смотрите, какая прикольная скамейка. Это, наверное, на улице. Скорее всего, на улице. И при ней такая вот, такая куреточка. Вот такие же куреточки продаются в Айке. У нас тоже такая есть в Айке. Это стоит 40 долларов. А скамейка стоит аж 299. Ну, это я так пошла за зеркало, он заодно. Отвлекаюсь на все эти интересные штуки. Теперь вопрос, как я буду это грузить в машину. У меня маленькая такая машинка, совсем небольшая. Так, я вот думаю, в багажник или на заднее сиденье. Все-таки, наверное, в багажник будем. Так, попробую сейчас. Легли, как родные. Точно в размер моего багажника. Теперь их еще надо довезти целыми до дома. У меня сколкать по дороге. Надо ехать очень осторожно. Как говорится, одно неловкое движение. И вы отец. Да. Та-да. Целенькие? Целенькие, доехали. Все, выгружаем. Выбираем плитку. Это непросто. Еще и потому, что магазины вот-вот закроются или не закроются. Никто не знает. У нас закрывают на очередной локдаун. Поэтому все делать надо быстро. Мы сейчас находимся на таком складе, на котором так много всего. Я растерялась. Я просто не знаю, куда бежать и что делать. Это стеклянная плитка. Но ее обычно кладут в кухню. Кухню на бэкспласс. Ну вот, плитку на стенку в кухне. Посмотрите, какая интересная, да? Но мы не будем смотреть. Значит, цена некоторых за квадратный, за Скорфит, за квадратный фут или за Пис, за кусочек. Вот за такую вот плеточку. Вот где-то, например, 1,75 $ за такой вот квадратик. Вот они все. А вот этот, например, 8,99 $ за квадратный фит. В общем, разные цены. Это такие камушки на стенку. Это даже, скорее всего, наружная, наружная плитка. Это мрамор разный всякий. Цены тоже за квадратный фит. Вот это такой, знаете, плетеный корзиночка красивый. Мрамор дорогой, конечно. Что-то там гренит. Мрамор – это дорогое удовольствие. Я не думаю, что мы будем делать мраморные стенки себе в туалете. Она очень, это, конечно, красиво. Кроме всего прочего, что мне говорили, что мрамор не очень практичен. Потому что, ну вот на стенках, как на стенках. А на пол, например, мрамор советуют не класть. Вот смотрите, какой дешевый. Прям совсем десеный. На селе он вместо 15, 5 долларов за Скорфит. Но мне не очень нравится этот цвет. Я все хотела в таком, знаете, серо-черном цвете. А это такой бежево-коричневый. Не совсем в моем... Не совсем мой вариант. О, а вот этот совсем тоже недорогой. Где-то на 100 девять. За сколько? Тоже за Скорфит. Это тоже мрамор. Но это тоже не совсем то, что мне нужно. Цвет. Хотя, может быть, я поменял свою концепцию под эти цены. Надо мне сделать фотки. В принципе, можно положить вот такой вот на стену в ванной. Вот такой вот на пол. Да, ну мрамор... Мне сказали, что мрамор... Так, это опять стекло. Мне сказали, что мрамор впитывает воду и впитывает... Впитывает всякую грязь. То есть он желтеет. Тоже интересные плитки. Но это такие... Тоже металлические. Это тоже для кухни. Это все, скорее всего, для кухни. Вот это такие... Мрамор такой. Мозаик это называется. Видите, мрамор на пленную кусочку. На такую сетку. Вот они вот и продаются куску. Вот это 10 долларов за Скорфит. Вот такой вот маленький кладут в душ на пол. Мозаик. На стены кладут большую плитку. А на пол ванной кладут совсем большую плитку. Так вот на пол класть мрамор очень не рекомендуется. Ну и это обычный сабо и тайл, который очень сейчас популярен. Вот он здесь всех цветов. Всех цветов и всех расцветок. Короче, у меня есть мысли вот насчет вот этого вот. Вот этих плиток на пол. Под мрамор как будто бы. Они не очень такие бизи. Знаете, у них как бы такой легкий, легкий такой мраморный налет. Не совсем такой сильный. Вот это, например, очень темный. И вообще я не люблю вот это, что оно глянцкое, блестящее. Вот эти вот матовые. Мне больше нравится. Это тоже какой-то прям такой помпезный мрамор. Этот какой-то вообще с какими-то длинноватыми прожилками. Тоже мне не очень нравится. В общем, всего много, а выбрать трудно. Знаете, это не так просто. Но пока что мне больше всего нравится вот такой вот вариант. Насчет стенок я, знаете, решила вот такой вот обычный сабо и тайл. Это называется как будто бы. Ой, они разные. Вот этот блестящий, этот матовый. Почему? Ага. Сабо и тайл это как будто бы, знаете, как плитка в метро. Сабо и тайл это метро. Вот он есть поменьше размером. И совсем маленький вот такие вот. Видите, такие коротенькие. Вот такой. И есть вот такой большой. Но я думаю, что мне очень нравится вот такой средний. Не самый большой, не самый маленький. Вот так вот можно домиком положить. И домиком, и знаете, как кирпич. Вот такие кирпички. Вот так вот на стенку. Минимализм, короче, будет. Еще у меня есть всякие идеи вот насчет вот таких вот плиток. Как-то их интегрировать. Нет, вот эти нет. Это прям такой психоделический рисунок. А вот такие. Но опять же, это тоже такой зеленоватый. Это too much busy. Это какие-то геометрические. Мне не нравится. Звезды мне не нравятся. А вот это вот мне нравится. Я думаю, что вот эту плитку я куда-нибудь постараюсь пристроить. Может быть, сделать какой-нибудь в центре квадрат. Или что-то такое. В общем, не знаю еще. Точно не знаю. Посмотрим. Ну, и вот еще всякие плиты. Такие вот прямо под такой серый мрамор. Но он очень, очень какой-то серый. Вот этот неплохой. Мне тоже он нравится. Он не под мрамор, а просто под такой камень. Очень такой сдержанный. Но какой-то он тоже зеленоватый. Не знаю, будет ли он хорошо сочетается с белой плиткой на стенке. Вот у меня сомнение. Еще мне нужен такой, чтобы на нем не было видно грязи. Девочки, я вам открыть страшный секрет. Короче. В общем. Все по-разному. Не знаю. Не знаю.